Всем привет! Меня зовут Катя и я сегодня, видите, тут разложилась по полной и буду показывать вам, как я рисую художественным соусом. Вот он наш соус, черненький, беленький, но в основном для работы. Сейчас я буду использовать черный, сможете потом поэкспериментировать и другие цвета подбирать. И что вообще для меня соус? Я относительно недавно, считаю, что это сколько там, больше год назад, узнала про то, как можно им работать, про заливку фоновую соусом и сколько вообще возможностей у этого материала есть. Раньше я воспринимала почему-то как сангину, про то, что вот, ну да, там рисуешь, можно растереть, в общем, как пастелью, просто сухой материал. Но на самом деле тут нам пригодится водичка, чтобы раскрыть весь потенциал нашего чудесного художественного соуса. Что мне понадобится? Понадобится посудина, в которой мы будем разводить соус, ножичек, чтобы стачивать его в крошку, кисточка, валики, чтобы наносить разбавленный соус на бумагу, карандаш потом, ну опять же, и ластик, конечно же, ластик. Тут у меня вот что-то какой-то огрызок не нашлось, но об этом опять же все в процессе покажу, расскажу. А сейчас просто покажу свои примеры, которые я делала, это парфюм. Как вы видите, вся графика тут эффектно, конечно, вылезает за счет текстуры, за счет вот фона, который у нас может получиться. Вот эти вот все пятна, какие-то разводы, это вот просто потрясающе. Я очень люблю текстуры, для меня картинка сразу объемнее, интереснее становится, поэтому здесь, конечно, ого-го. И опять же, так как это графика, работа с темным, светлым, с пятнами, здесь это очень-очень мне нравится. Это вот Moschino показ, тоже очень вот, очень мне нравилось его рисовать. Камера все равно, конечно, не передаст, насколько тут все по текстурам чудесно, и как можно заливать по-разному бумагу, то есть вот создавать фон для своих будущих работ. Тут вот я как раз смешала еще и такой вот коричневый цвет. У меня уже есть заготовленные фоны, которые я делала давно, и они достаточно разные, как мы видим. И тут не предугадаешь, какая текстура получится, потому что материал жидкий, он может где-то от плохо разбавленного пигмента крошек превратиться в такие вот пятнышки. И, ну, это, конечно, очень здорово все, красиво, может получиться что-то более ровное. Потом зависит от того, чем вы наносили. Если вы кистью проводили, будут, возможно, какие-то полосы. Здесь вот я валиком, такими прерывистыми движениями наносила соус, и посмотрите, какая красота тоже получается тут. Я довольно-таки жидко нанесла все и чуть-чуть наклонила бумагу, чтобы она чуть-чуть стекла. Краска стекла наша собственная. Вот тоже такие эффекты. Здесь я сделала заливку прям потемнее. Вот, и тоже здесь вот эти вот крошечки дали себе знать. Так, это вот уже тоже похоже. Здесь посветлее. Вообще, с соусом, конечно, темнить не надо, потому что нам же его еще стирать. Мы всегда сможем... Ой, тут еще одна работа, тоже она мне очень нравится. Мы всегда сможем более темный цвет добавить. Поэтому сейчас, когда мы будем приступать к тонированию бумаги, будем смотреть все по ходу дела. Я беру посудину. Можете использовать просто тарелочку. Лучше, конечно, белый цвет, потому что сразу виден... Ну, видна консистенция. Хотя все равно, как мы знаем, все на бумаге у нас будет показываться. О бумаге. Бумага должна быть гладкая. Я использую бумагу для рисования или для графики, которая прям такая милованная, гладенькая. Но не прям вот есть для графики, прям очень гладкая. На ней тоже можно попробовать. Смотрите. Потому что вот рыхлая бумага, она будет впитывать в себя краску, и тогда она будет тяжелее сниматься. Но все равно будет. То есть вы сможете как-то играться на контрастах. И, возможно, даже потом белый соус добавлять, что тоже можно. Или, например, пастелью пройтись сверху. Тут вообще как бы никаких ограничений. И если будете начинать, то пробуйте прям несколько видов бумаги. Потому что каждому художнику все равно ближе что-то свое. И хорошо, конечно, ну там знать, какие материалы там для чего подходят, какая бумага здесь нужна. Но в целом я за то, чтобы вот проводить какие-то эксперименты. И пробовать вот искать свой какой-то материал, свои все вот такие нюансы. И для начала я беру соус и начинаю его вот как карандаш мы натачиваем. Делать из него крошечку, чтобы потом она спокойно у меня растворилась в воде. Воды достаточно много надо будет. Я когда сажусь вот тонировать бумагу, я прям сразу всю пачку достаю. И, в общем, все ее покрываю, потому что нужно время, чтобы она высохла. Чтобы у нас было потом, так сказать, время еще вот выждать. Не знаю, чем можно заняться. Но обычно процесс вот тонирования бумаги соусом и рисования, это два разных процесса. И так как я уже начала все делать, я стараюсь максимально много сразу затонировать. Вот видите, как я и показывала, у меня лежат. Так, соус пока оставляем. И я добавляю водичку. Наливаю и смотрю. И кисточкой вот размазываю. Все размешиваю. Опять же, как я вам показывала, если не так вот быстро размешать хорошо, то, возможно, разные эффекты. Это вот все тоже смотрите на практике. Я думаю, что вам понравится, потому что это правда увлекательный процесс. У вас действительно получается уникальная работа каждый раз. И давайте посмотрим теперь наносить, темный или светлый. Вот мне очень светловато. Как я и говорила, конечно, можно набирать тон, но я хочу потемнее. Поэтому я еще добавлю соуса. На самом деле, водички я много налила. Видимо, потом буду после видео тонировать еще. И уже вот... Да, уже получше. Обычно я тонирую валиком. У меня этот вот валик маленький. Есть где-то побольше, но я не могу его найти. Я набираю краску, надавливаю такой пролоновый валик и начинаю катать, катать тут все. На самом деле, правда, светловат, потому что я много взяла воды. Но, опять же, и на светлом этом фоне тоже можно хорошо развлекаться. Вы можете потом еще пройтись слоем. И вот так вот мы всю бумажечку аккуратненько тонируем. Смотрите, какие линии вы делаете. То есть, если мы вот так вот вертикально, у нас уже такое вот движение есть. И из-за того, что валик пористый, получаются вот тоже такие пузырьки. Они тоже могут, вот потом, точнее не могут, они и будут оставлять определенную текстуру. Можно их потихонечку убрать, но я бы, опять же, оставляла и так, и сяк сделала, потому что разнообразие наше все. Так, хочется мне еще добавить цвет. Можно даже, давайте попробуем, прям здесь. Прямо на бумаге. Сказано, бумаги он чуть хуже будет стираться потом, но тоже все терпимо. Вот, вот, уже пошло все темнее. Но, опять же, из-за того, что давлю, вот появляются пузыри. Может быть, вам захочется что-то более ровное и гладкое. Тут можете использовать кисть большую плоскую. Взять, например, и, видите, уже более такая ровная заливка идет. Но, вот, тоже мелкие полоски останутся. И, вот, здесь вот чуть-чуть видно, вот, крошка нашего соуса осталась. Ну, хорошо она выглядит. Давайте я еще здесь тоже снизу, хочется мне прям... Набавить. О, здорово. Если вы знаете, какую работу вы будете делать, вы можете уже сразу, например, если вы делаете натюрморт, вы можете сразу какие-то части сделать более темными. и закрашивать как-нибудь кусками, чтобы уже у вас была такая база. Это все тоже можете продумывать заранее. Но, опять же, я, если начинаю рисовать, мне хочется сразу рисовать и потом сидеть ждать, пока это высохнет. Ну, кстати, недолго сохнет, но все равно время нужно. Вот, мне нравится. Тоже кисточкой. Посмотрите, сразу совершенно у нас уже другая поверхность. Здесь чуть-чуть у нас бумага подсохла. Такие вот пятна появились. Можно тоже потом пройтись и их размазать. Чуть-чуть. Вот они уже так подсохли хорошо, но все равно для того, чтобы начать работать, бумага должна уже полностью высохнуть. Иначе, когда мы будем все стирать, мы саму бумагу сотрем. Так, вот, я показала вам, как я тонирую. Это можно делать реально абсолютно любыми материалами, валиками, кисточками. Можно попробовать такими этими... Не знаю, как эти штампики поролоновые назвать. Тоже это будет определенную текстуру вам давать. Да, ну что-то какую-то ерунду дало. Ну, потому что надо поплотнее цвет намешать. И дальше, когда это дело все высохнет, мы будем приступать к созданию уже рисунка непосредственно на бумаге. Сейчас я вот это вот все дело уберу, оно будет сохнуть. И показывать, как я рисую соусом, я буду уже на своих затонированных листочках. И что же мы будем рисовать? Ну, давайте пройдемся по... По фэшну, что ли. Что самое простое. И для работы, для набросков, я беру карандаш. Это черный акварельный, либо просто черный карандаш можно брать. Он очень хорошо здесь работает и прям выглядит вот ярко. И можете делать карандашом набросок, а можете сразу ластиком. То есть вот я там намечаю. Там голова, где у меня там туловище, ноги. Хотелось, конечно, покрупнее. Давайте я покрупнее сделаю. Вот еще хорошо. Он такой серенький, не сильно заметно на этой текстуре. Точнее, он-то черный, но... То есть какие-то, если линии нам нужны, мы их поднажмем посильнее. Так, белый такой у нас тут воротник. Александр Макуин будет у нас. Портупеи. Ладно, давайте поднимем повыше, чтобы... было. Лицо. Просто намечаю, где глаза, где у нас волосы, уши. Но, опять же, тут каждый в своем стиле работает. И дальше нам, конечно, нужно понимать, где самые светлые участки, а где самые темные. И для самых светлых мы берем ластичек. Ластичек лучше сразу разрезать на несколько частей, чтобы у него были острые края, чтобы можно было прорисовывать линию. И мы сейчас берем просто ластиком и стираем наш соус. Здесь у нас белая-белая рубашечка. Поэтому можно прям все стереть. Но при этом у нас все равно останется текстура. Потому что на 100% мы соус уже не сотрем. И если вам прям нужен белый цвет, вы можете уже добавить его каким-то другим материалом. То есть тут смешанная техника вообще forever. Очень много грязи остается от ластика и от соуса. Готовьтесь к тому, лучше работать на какой-то поверхности, которую потом можно вот так вот взять и стряхнуть. И все вот аккуратненько стираем. То есть можно прям-то покрупнее брать, стирать. Если мы рисуем, опять же, одежду, можно стирать вот как складками, например. Идут у нас тут складки. Смотрим, где тени. Оставляем, не стираем. Или чуть-чуть стираем. То есть здесь от силы нажатия как раз тоже многое зависит. Почему еще люблю соус? Потому что вот какой-то вот живой прям материал. И вот видите, тут складочки так тоже хорошо видно. Я редко пользуюсь какими-то белыми еще красителями. Но почему бы и нет. Вот иногда какую-то детализацию, если делаешь, что прям хочется углубиться, проработать. Имеет место быть. Так, и чуть-чуть лицо. Сейчас начнем. Тоже я так стираю. Ластик пачкается, поэтому регулярно его протирайте тряпочкой, чтобы он лучше стирал. Намечаем нос. Где у нас тут все? Самые светлые. Подбородочек. И щечки. Можно, в принципе, одну сторону прям хорошо так высветлить. Чтобы у нас вот тень была с одной стороны. Ну и дальше я работаю уже карандашом. Добавляю тени. Если где-то хочется прям много теней прям черного цвета, я опять же беру соус. И прям концентрированно так добавляю его. Вот замешиваю прям чуть-чуть. С капелькой воды. Мигр. Даже просто можно влажной кисточкой. И уже мы можем какие-то детали выделять. прорисовывать. Потому что потом, когда они высохнут, мы также можем их взять и подтереть. Глаза тоже можно сделать темными. И портупея. Тут она такая темная. Я ее тоже хочу закрасить. Здесь очень хорошо делать работы, где прям такой контраст. Какие-то акценты есть. Черный, белый, серый. Если у вас с графикой все супер. Хотя, опять же, ничего вам не мешает. Никто не запрещает. Потом взять акрил. И сверху, например, что-то нарисовать. Сделать те же красные губы. Или что-то еще. С соусом действительно получаются работы такие уникальные. Из-за своей текстуры. Так, что еще? Где мой ластичек? Можно прям, знаете, на листочке брать. И его... Ну, вот видите, он серый тут. Чтобы чисто, чисто, чисто было. И где-то прям вот... Затирать. И затирать. Аккуратнее, где у нас светлые... Так сказать, не светлые, свежие места, которые мы только-только закрасили. Ну, и дальше я люблю прорабатывать вот карандашом. Какие-то детали. Уточнять уже что-то. Подправлять. Можно вот добавить, опять же, какие-то серьги. Здесь у нас довольно-таки пустовато. Здесь целый образ хорошо очень сложился. Давайте мы закрасим серьги черными. И вот соус опять нужен. Здесь как бы сам лук классный вот целиком. Тут у девочки еще очень крутые ботфорты. Такие черные лакированные. И развивающаяся юбка. Но решила вам крупненько показать, чтобы... Чтобы было нагляднее. А то там бы мельтешили. Вот. А так мы добавили серьги. И у нас уже, видите, поинтересней. Да, волосы как-то не хочется. Так, кисточку оставляем. Тут уже, как я и сказала, можете углубляться. Можете не углубляться. Хорошо, конечно, если будет вот что-то одно проработано хорошо. Чтобы, знаете, у нас не было такого распыления на всю работу. То есть где-то прям... У нас должен быть акцент. Что-то хорошо прорисовано. Может быть, опять же, там добавить какие-то детали на сережки. Потому что если мы сейчас и в складочке углубимся, то у нас получится каша какая-нибудь. А нам нужно, чтобы у нас картинка была с каким-то акцентом. Тень. Хочется там тоже опять же нос проработать. В общем, потихонечку так начинаем, усложняем, что хотим. Хотели на рубашке сделать акцент? Делаем. Можно чуть-чуть складочки еще подрисовать. На портопеи тоже можно что-то темным, вот прям черным карандашом полоски сделать. В общем, работа пусть двигается, как вам захочется. Какое у вас вот желание, что сделать. Вот, ладно, не буду уже все это дорисовывать. В принципе, картинка уже неплохая. Опять же, фон. Если вы хотите сделать что-то с фоном, тут тоже можно развлекаться. Можно... Сейчас я сотру. Я прям вот мочу ластик и об тряпку его вытираю. Поэтому ластиков лучше несколько иметь. Вот прям большой взять. Абсолютно вообще там все равно какой фирмы, как раз лучше пожестче. То есть, если так мы ластик ищем какой-нибудь мягкий, который хорошо стирает, то здесь нам лучше ластик твердый, потому что он будет хорошо стирать. И сейчас я вот таким контуром сделаю еще линию. Хотелось бы потолще, но надо ластик отрезать. Мне лень. Ну, видите, достаточно такая яркая линия у нас вырисовывается. Это вот я помыла ластик. Чуть-чуть голову хочется, волосы затемнить, чтобы у нас видна была линия, край. Да, так вот. Можно чуть? Да, че? Ну, это я уже-то, знаете, улучшайзингом картинки занимаюсь. Процесс идет. Над фоном также можно работать. Собственно, вот очень хороша техника для натюрмортов, чтобы вот разделять все там на темное, светлое, что спереди, что сзади. Это, конечно, очень классно развивает и набивает руку. Знаете, наверное, на этом все. Я не знаю, что вам еще сказать. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Не какой-то прям такой серьезный мануал по работе с художественным соусом. Просто показываю, как я именно это делаю. И рассказала вам, почему я люблю соус, что он мне вот дает. И вот такая вот даже картиночка очень даже неплохая получилась. Ну вот, и все тут больше. Если бы на чистом листе нарисовали, было бы вот не то. А тут уже глубокая какая-то работа интересная. Вот, короче, учу халтурить. Красивая бумага, залог успешной работы. Опять же, если есть вопросы, задавайте. И вообще пишите комментарии, ставьте лайки. Я думаю, что видео это полезное. Потому что я была бы очень рада, если бы я нашла такой видосик несколько лет назад. И было бы мне счастье. Вот, да. Ну все, давайте. Пока. Ну вот, поцеловала грязные руки. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok